Ой, ну вот это вот, вот это вот не очень удобно на самом деле, что такие чисто просто прорези. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет целая коробка красоты тайской косметики. Не знаю, кто знаком, не знаком, я сейчас вам расскажу, что у меня есть в этой коробочке интересного, и кое-что мы с вами попробуем вместе и спробуем. Так как я была недавно в солярии, у меня подсгорело немного лицо, но сейчас уже оно сошло, но всё равно я чувствую, здесь ещё свет убирает эту красноту. Я сейчас не накрашена, как видите, у меня реснички сделаны, моя Леночка сделала, спасибо тебе, твои замечательные, супер шикарные реснички, я вообще красотка. Подсгорела, реснички сделала, бровки есть, всё замечательно. Значит, смотрите, с чего мы начнём. Давайте начну с необычных таких вещей, как, например, мыло, которое мне удачно Денька уже укусил, блин. Смотрите, укусил. Пока я подготовилась к видео, он уже грызанул мыло. Еле успела выхватить. Значит, смотрите, это мыло необычное, это мыло для упругости груди. Также в тайской косметике есть мыло для упругости попы. Ну, вот у них разные, да, такие. Вот у меня такое мыло для упругости груди, как раз-таки после родов, это очень полезно, да. Давай, День, потише сделаем, а то сейчас буду тут хрюкать всякие. Давай, чуть-чуть. После родов очень полезно девочкам, да, упругость груди. Но я попробую этим мылом делать всё. Пусть вся будет упругое, вся тело упругое будет у меня, да, русский, нерусский человек. А, перед этим... Что-то как-то громко всё равно же. Давай ещё чуть-чуть тише сделаем. Может, ты там делаешь мне громкость? Вот. Перед этим хочу сказать, что это у нас в Ростове есть магазин тайской косметики. И я знаю точно, что там прямо из Таиланда везут все эти вещи. Там очень много всего прикольного. Дальше, интересный такой момент. Вот такая вот... Давайте откроем, я вам просто покажу, что здесь. Здесь такой крем. Он используется как консилер. Он убирает пигментные пятна. Здесь вот такая баночка. Вот. Такая вот жёлто-такого интересного цвета. Ой, как интересно. Вот такая вот. Его используют как консилер, который со временем убирает пигментное пятно. То есть вот так вот я нанесла. Да? Слушайте, классный, кстати. Мне нравится. Вот у меня есть пигментные пятна. Вот здесь, которые от солярии появляются. Может, вы уже заметили где-то у меня в видео. И их нужно убирать. И вот если мы будем им пользоваться, то он не только перекрывает, как обычный консилер, да, наши недостаточки какие-то, но и со временем он осветляет пигментные пятна и вот всё ненужное. Вот такой вот кремушек очень интересный. В тайских, в японских и всяких вот таких вот местах в Индии у них очень славятся вот такие бальзамы. Это средство успокоения мышечных болей, снятия зуда и воспаления от укусов насекомых. В общем, у меня есть уже не помню откуда, но тоже откуда-то оттуда, тоже такой же бальзамчик. Он сделан на всяких там травах. Здесь он вот такой зелёненький и интересно, кстати, пахнет и мятой, и что-то там ещё, в общем. И он согревает, согревает изнутри, то есть он не жгёт, а он, ну, в общем, вы знаете, да, они в тайе умеют там делать всё это. В общем, тоже очень полезная вещь, когда что-нибудь, я думаю, что при простудах тоже можно его даже использовать, как звёздочка, помните, когда-то была у нас. В общем, здесь такая вот смесь, которая именно обезболивает, снимает всякие. Способ применения – тонкий слой наносить на поражение или болезненные участки, только для наружного применения. В общем, эти вещи работают, я их очень люблю, у меня уже не первая, ну, это не первая баночка и не первое, что я использую. В общем, я люблю это вот в тех азиатских странах, они умеют это делать. Дальше, кстати, у кого проблема с пяточками, у кого огрубевшая кожа какая-то или ещё что-то, когда вы много трёте этой вот, как это, абразивом, или как вот, как-то называется эта щётка. Значит, это такое средство, которое наносится на ватный диск, вот, здесь кислота, наносится на ватный диск, потом аккуратненько наносится на загрубевшую кожу, мозоли какие-то, да, буквально 5-10 минут, и потом вы всё это снимаете своей пилкой, не грубой, да, просто там шершавой. Оно прям с каткой всё уходит, очень классно. Мне сказали, что это, знаете, как есть носочки такие, о которых я даже не знала, есть какие-то носочки, которые одеваются на ножки, носятся они там 2-3 часа, потом снимаются, там ноги вроде споласкиваются, не споласкиваются, не помню точно, но потом в течение недели начинают происходить всякие преображения ног, а начинается скатка очень медленно, в общем-то, ну, это медленный процесс. Вот это, как я понимаю, тот же самый процесс, только быстрый. Сразу происходит всё это, и вы сразу можете почистить свои ножки. Здесь ещё идёт в комплекте что-то. Ну, у продавца, на самом деле, можно все подробности узнать. Тут ещё вот какой-то гель. Вот это вот основная кислота, а вот это что-то ещё, ещё не знаю. Но у меня есть её все телефончики, да, у них есть своя визитка, и в Инстаграме они есть. И можно в любой момент позвонить, она расскажет во всех подробностях, что с каким делать препаратом, потому что здесь всё на тайском языке. Также у нас здесь есть скрабик для лица. Этот скрабик на основе мангостин называется. Мангостин является самым мощным антиоксидантом природного происхождения. Глубоко очищает кожу из-за грязнённой поры, которые вызывают прыщи. Также подтягивают кожу и поры. Нанести скраб на влажную кожу лица лёгким круговыми массажными движениями в течение пары минут, потом смыть водичкой. Вот такой вот у меня скрабик теперь появился. У меня очень много разных скрабов для лица, поэтому я пока его распечатывать не буду. Может быть, я буду собирать вам коробочку. Очень много приходит мне всего интересного, и я к 100 тысячам подписчиков готовлю тоже конкурс. Хочу что-то интересное вам собрать. Может, какую-то бьюти-коробочку или что-то ещё придумываю. Но вообще на бьюти-коробочку. И, возможно, какие-то посылочки с разных я вам соберу. Самые приколюшки. Вот. Так что вот этот пока что я распечатывать не буду. Возможно, он кому-то достанется. Что у нас есть ещё? Вот такая интересная вещь. Это такое масло, твёрдое масло. Оно... Ой, какой у него прекрасный запах. Это манго. Оно для загрубевших всяких мест. То есть мы можем смазывать кутикулы, можем смазывать локоточки у кого-то, да, если сухие. В общем, оно очень смягчает загрубевшие вот такие вот засушенные места. Мы можем использовать это, знаете, на ножках есть вот сверху такие места. Также пяточки можем смазывать. У кого-то колени. В общем, очень хорошее смягчающее средство с приятным-приятным ароматом. Прямо вот кутикулу хочется на манго. Дальше. Что у нас дальше есть? Также есть детское мыло. Даже там, представляете, тайское детское мыло. Так что мы видим мы... Как оно пахнет. Оно запечатанное. Бэйби-бэйби. Дэн, смотри, у тебя мыло теперь будет. Смотри. По-кидски. Мыло детское всегда хорошо. Вот такое вот мыло. Большое. Буду мылить тебя теперь мыло. Ты любишь купаться? Я буду тебя мылить мыло. На коробочку. Это твое. Дальше. Что у нас здесь есть? Вот такая вот маска огромная. У меня просто маски-маски для лица. Понимаете, почему у меня такие классные волосы здоровые? Потому что у меня куча всяких интересных масок. В общем, вот маска, как я понимаю, улитки здесь тоже по-русски ничего не написано. Здесь улитки, но я думаю, ее надо использовать как обычные маски. Наносишь, держишь там 15-20 минут, 30 минут и смываешь потом. В общем, я доверяю тайской косметике, потому что у них там действительно все природное такое. И тоже пока не буду распечатывать, чтобы оно сохранилось как можно дольше. Потому что мне надо расходовать другие пока что масочки. Что у нас еще здесь есть? Так, скраб для тела кофе. Он такой сухой, он разводится. Ну, как вы знаете, кофе всегда прекрасно, особенно для тех, кто загорает. Это кофе придает еще такой оттенок. Слишком светлым не рекомендуется девочкам, потому что он оставляет оттенок. И очень, ну, как бы, может это быть не очень. Поэтому вот перед солярием, да, замечательно. Вообще вот такой скрабик более таким темнокожим девочка. Ну, не прям темнокожим, но более темнокожим. В общем, вот что там есть, да, в тайском. Так же у меня есть две вот такие масочки. Одна масочка увлажняющая, которую мы сейчас с вами испробуем. Вторая масочка, так, эта маска у нас увлажняющая, а вторая маска у нас отбеливающая. То есть и увлажняющая еще она отбеливает. Но так как я загораю, я не хочу пока отбеливаться. Это потом, если вдруг что-то нужно будет отбелить. Я ее оставлю. А эту масочку мы сейчас сделаем, как я сказала, после солярия. У меня пообгорело немножечко лицо. И нужно нам его увлажнить. И вот такие патчи, это то, что я люблю. Я прям ждала видео снять с вами для того, чтобы скорее все это испробовать. Давайте, я не буду все вместе. Я патчи сделаю потом, потому что ничего особенного нет. Патчи с коллагеном, они разгладят морщиночки у меня под глазами. И увлажнит все хорошо. А масочку мы сейчас с вами откроем. И что, и что, и что, и что? И сделаем. Дэн, ты не будешь мамку бояться? Ой, тут какие-то два цвета. Пропитано все. Зай, смотри, что. Смотри, что мама сейчас будет делать. Я специально хвостик сделала. Так. Слушайте, она какая-то двойная. Ты куда пошел? Дэн, не трогай это, пожалуйста. Смотри, зай. Иди сюда. Смотри. Здесь, в общем-то, с одной стороны какая-то пленочка. Я такого не видела ни разу еще вообще. С одной стороны пленка, а с другой стороны ткань. Ну, я думаю, тканью, наверное, надо. Потом спрошу, я же не знала. Потом спрошу, как правильно. В общем-то, вот так мы делаем. Ну, вот это вот, вот это вот не очень удобно на самом деле. Что такие чисто просто прорези. Я не взгляну, ничего. А это немножко неудобно, если честно. Слушайте, может быть, все-таки надо эту штуку уснять? Дэн, что там делать? Вместо того, чтобы заниматься, вот я должна... Наверное, вообще даже эту штуку надо снять. Слушайте, а тут еще одна штука. Мне кажется, что все штуки эти надо поснимать. И вот здесь внутри остается... Это только я могу сделать. Зато как есть. Да? Вы видите все приколюхи, которые происходят. Вот она. Все. Теперь все четко. Нужно было снять эти штуки. И здесь остается специальная такая вот вообще. Она прям повторяет кожу вашу. И вот она теперь наносится аккуратненько. И все видно. Вот, классно. Это... Другое дело. Моделировать можно. По своему лицу. Смотри, что мама делает. Скажи, ты забодала, мама? Так, все. Все нанесла. Слушайте, как классно. Очень тоненько. Мне нравится. Во. Смотрите, как будто и нет. Я могла вот так и начать снимать видео. И говорить. Привет, мои хорошие. С вами Селена. Не видно вообще маски, да? Классно. И она под глазками тут вообще. Мне нравится. Все. Увлажню свою кожу. И буду счастлива. Потому что завтра снова в солярий. Так. Что еще я вам хотела сказать? Ага. Где это все можно приобрести? У меня здесь есть визитки. Я под видео оставлю, естественно, ссылку. Но вот у меня есть визитка. Со всеми контактами. Зовут девочку Юля. Попозже вернусь. Расскажу вам о результате. Дай. Чтобы невозможно видосик снимать. Видишь, мама. У мамы маска. Сидрать? Не, не надо трогать. Что там? А у тебя мыло. У меня ты скраб маме. А что ты выкидываешься, зай? Это визитка. Ты что выкинул? Все. Пойдем все в ванну расставлять теперь. Ну что. Снимаем нашу масочку. Так люблю эти ощущения после снятия маски. Я думаю, что нужно будет это все сейчас пойти сполоснуть. И вернуться к вам. Ну что. Все. Кожа моя чувствует себя просто превосходно. Восходно. Я кайфую. Честно говоря, вот такие масочки одноразовые. Это просто мой любимый уход. Потому что не нужно ничего особенного разводить и так далее. Я очень люблю. На ночь сделаю пащики себе под глаза. Сейчас буду наслаждаться. Как моя кожа говорит мне спасибо. Все. Теперь вы знаете, где можно у нас в Ростове заказать тайскую косметику. Также эта девушка доставляет все по всей России. Так что можно обратиться к ней и с этим вопросом. Все ссылки я оставлю внизу. Все. Посмотрите. Там много всего еще интересного есть. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. 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 Говори. Пока. Я уже раздела малыша. Потому что, скажи, мне не кайф ходить в одежде дома. Пока. А кто любит подмышки, когда мама подмышки целует? Дай подмышки. Ага. Ты вот так поймаешься. Сейчас ты устанешь. Подтягиваться. Дай подмышки. Да дай подмышки. Я так хочу подмышки. Эх, диза моя мазучка моя. Мазучка. Дай поцелуй. 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 Мой жубашник. Ааа, вижу теперь, какие зубы тебя там режут. Эта песня знаю только для меня.